Девушки отдыхают 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 Сейчас идет Этая моральная Война Именно моральная Речь идет уже не о каких-то там Этих самых Серьезных вещах Которые должны Изменить положение в стране как хотелось бы, но другое дело, что оппоненты, у них есть один козырь, да, оппонентов огромная аудитория, а когда я наступил им на мозоль, видите, железо Валерия нашла коса на камень, серия номер 3, серия номер 2, серия номер 1, так, вот, и так получилось, что первое, мой ответ был на эти подлинники, приемчики, которые в отношении садоводства и в отношении моего сына, так, получилось так, что действительно они оперируют тем, что да, это очень для них обидно для оппонентов, да, для них это, ну, выглядит очень нехорошо, вот, перейдя на личности, так, вот, а у них есть козырь, страшный козырь, 692 просмотра, ну, будем считать 700, да, это и все, а по ту сторону баррикады, канал, который миллион 100 тысяч подписчиков, вот, и вы увидите, как это сделано так, что, а-а-а, так вас никто не смотрит, вот, то есть человек видит, что они выглядят как не совсем адекватные люди, но могут дальше позориться, все равно желающих увидеть мало, а речь-то идет о серьезных вещах и о садоводстве, и об ошибках в садоводстве, ну, давайте посмотрим, как это будет на самом деле, вот, и стоит ли внимание мои фильмы, вот сейчас получилось так, вот это вот последний, мой последний, мой последний этот вебинар, и вы, наверное, знаете о нем, не знаете, для чего нужен этот вебинар, вот, вот, ко мне приезжают известнейшие люди, вот, например, сегодня воскресенье, я сказал, 18-го, а 19-го будет вот этот вебинар, а почему я вам показываю, вы все равно не успеете посмотреть, вот, а сказать почему, потому что следующий вебинар будет ровно через неделю, потом еще один через неделю, вот, ну, а теперь возвращаемся к нашим, вообще-то не сказал баранам, вот, потом скажут, что я их оскорбил, но возвращаемся к баранам, это, вообще-то, такое летучее выражение по каждому поводу, и принимайте на свой счет, вот, вот это приехали ко мне, их называю генералы из Москвы, вот, Шабаев Николай Егорович, с ним была еще очень важная женщина, чиновница, очень крупная, из Министерства сельского хозяйства, естественно, я про это расскажу на вебинаре, естественно, я расскажу об этих успехах, вот уже черешня, это, созрела, вот, вот уже оппоненты учат, как эту черешню не сажать, в прямом смысле, я ничего не выдумываю, вот это вот дерево из книги, которое считается крупнейшей специалист по черешне, я называю дерево Садовый Христос, вот его распяли, вот, это страх, это ужас, это унесражение, вот, а вот это вот оппоненты, вот он Сергей, которого оскорбила Ольга Исакова, из той команды, вот, моя гостья, ну, почему девушка, которая заканчивает университет, на тот момент заканчивая, выпросила чудом каким-то практику у Железова, вот, у Исакова она просить бы не стала, потому что, у этого, у нее бы сада бы никогда бы не было, вот они черешни, которых не то что из пяти восьми, цитирую, автора, только три нужны остальные отрезать, то есть две тире пять, вот, что называю тихим ужасом, видите, вот, я не буду вам про это долго рассказывать, это мини-фильм, поэтому я должен ложиться в 30 минут, и он сам отключится, вот, и потом получается письма, письма уникальные, посмотрите, это все мы будем говорить на вебинаре, а сейчас я просто листаю до того момента, где наш сюжет, вы представляете, из семян, ну, я уточнял, я проверял, все по-честному, вот, очень важные разговоры, очень важные письма, которые я комментирую так, чтобы, ну, пусть сотням, пусть, пусть не тысячам, ну, это самое, ну, лучше бы тысячам, это все стало известно, чтобы не повторяли эти глупости, забивал гвозди в ствол, пум, извините за мат, вот, а потом удивлялся, что же у нее ничего не растет-то, то, что ничего не растет, вот, и мы сейчас приближаемся, приближаемся, вот это моя агротехника, для студентов и школьников, вот, чтобы не вдумали лишнюю воду лить, не вдумали лишнюю воду лить, вот, метод защиты безвязных химикатов, видели, и никаких в тебе тлиний, какой тебе это, элементарно людям в голову не приходит, дебильные советы, уничтожение червей, вот, вот они черви спасались от избыточных дождей, и куда спаслись, и утонули, опять же, это, из огня в полы, видите, вот это все мы еще будем с вами проходить, и проходить, проходить, обильными поливами, слава науке уничтожается черви, вот, вот этот человек, злобный монстр, она увидела на фотографии Сергея, да, а так как она проиграла спор, ну, дурацкие советы, вот, и вот эту фотографию, она изобразила, смотрите внимательно, видели, злобного монстрок, вот, вот он должен убить, вот она вот так вот, из такой фотографии, получилось такая, вот, поняли, да, и все это вы видите на вебинаре, вот, заступилась она за Платонова, я говорю, она калечит деревья, советы дебильные, а вы в том же строю, она не садовод, ей дали в руки секатор, сказали, режь, вот, сейчас я многое пропускаю, почему, вот человек, с которого началась сербор, это мой двоюродный брат, умнейший мужик, Евгений Владимирович Железов, вот у него дозревает, вот он пишет, новый урожай, но, шесть лет назад, у него было пустое место, вот это агротехника, которую мы уже с вами должны сейчас разобрать, это будет следующая тема, итак, это будет четвертая тема, речь пойдет про обрезку, эту фотографию, я такие вещи не пропускаю, сделана прямо в степи, это дерево, никто не подходил с секатором, почему оно такое, потому что голая степь, потому что даже в ней, отмерзают верхушки веток, и когда отмерзает верхушка, а это сродни обрезке, на том месте, где была одна ветка, стало 3-4 в среднем, ну, подробнее уже, любители смотреть мои вебинары, слушать, уже знают, вместо 1-3-4, 1-3-4, и получается вот такая вещь, и чем-то она напоминает тебе, теперь шубу, у того же, этого самого, помните, эти обросшие шерсти до земли, яки, кто там еще, зубры, да, вот, северный вариант зубров, это, заполярный круг, это прямо на ветру, узнаете, вот, вот это и есть защита, сама и себя, а вместо этого, а я пишу, в городах их калечат, а они в отместку падают, и раздавливают людей, потому что деревьям больно, я сейчас не буду говорить, потому что чихать все хотели, на что деревьям больно, вот, включая простых садоводов, в них школа, со школы никто не научил, что есть биополе, обязательно, обязательно нужно, чтобы эти деревья не испытывали лишний стресс, они живые, но призывать к этому я уже не могу, вот, я уже не могу, вот так я чуть поправляю, что-то чуть перекошено, ну, как умею, как умею, сейчас, еще минутку, вот, сегодня постараюсь без громких слов, без не махать шашкой, просто объяснить, вот, посмотрите, это дерево растет на просторе, вот, ветер дикий, это кайбальская степь, почему на такой форме, вот, а потом, когда дерево, видите, когда дерево берут и делают штамп, вот он, и ранки, и ранки, и ранки, вот, оно все равно пытается спасись таким способом, почему, вот, кстати, вот этот снимок, я вставил, соседка, ну, зачем ты режешь, это, в июле месяце, или в мае, в конце мая, зачем ты режешь дерево, она говорит, читала, это Ольга Исакова, вас читала, вот такие, не обязательно вас, но имя вам, религион, вот, разошлось по всей стране, ветки лишние, ветки лишние, она калечит дерево, она не лечит его, она не увеличивает моростойкость, она уменьшает площадь листья, вы такое слово не знаете, площадь листья, вот, вот я не выдержал, про то, что она оскорбила, уже есть там, поэтому я не буду возвращаться, вот, конечно, это цинично, это подло, имею на это право, написал опечатление, увидел его лицо, это, мелкая, мелкая фотография, маленькая, ничего не видно, имея на это право, право хамить, а я отвечаю не хамством, я просто спрашиваю, даже вот это звучит, как вызов, покажите ваш сад, чему вы научили людей, вот, и получается так, что я теперь взялся учить эту Ольгу Исакову и других выпускников темирезуки, как ни грустно, это звучит, вот, мульча гнать штамбы, это для них большой-большой секрет, потому что, когда она учила женщину, это самое, и что надо применять, это химикат, и что, как называют, название грибов, и в голову не пришло, что там просто в основании яблони, в основании штамба сгнила под мокрой мульчой, вот, так бывает, поэтому она и набросилась на Сергея, то есть надо было как-то, такой истеричный тип характера, надо было взять и выдать, что-нибудь, как-то это, такая злоба, как кто-то осмирился, меня, выпускница, вот, и у него лицо, он готов лопатой прибить, вот, подлинненько, а потом вместо извинения, но я решил, ладно, я вас прощаю, сегодня не прощально, где непросительно, как в Библии, но я вас прощаю, вот, видите, я сегодня, тон у меня другой, злоба прошла, успокоился, вот, но сойдите за парту, вы это не проходили, мульчак, но эти стамбы, вот, а то какую-то дурь написали, когда женщина попросила совета, нижние скелетные ветки неприкосновенные, вот, еще, вот я пока процитату, сакую пропускаю, микориза, значит, дело в том, что есть такой раздел, наверняка, наверняка, не могут, это, сельхозакадемии, ну, не могут это, не проходить, микоризу, вот, понимаете, грибы любят глюкозу, это я пишу, а это и обеспечивает, листья зачем, она не знает, вот, и тогда я, знаете, что сделал, там получилось так, что я вам сейчас найду это, вот, она совершила величайшую ошибку в своей жизни, вот, чем она вызвала мою ненависть, нет, не ненависть, мое это самое, возмущение дикое, дикое, дикое возмущение, вот берет человек, смотрите, вот, сейчас я вам найду это, вот она, берет человек, и обращается человеку, у которого прекрасная семилетняя груша, которая сеянец, без, которая не имеет подвоя, груши все не скаштамбовые, это их особенность, как правило, даже сеянцы, даже не привитые, вот, и она и попросила, не попросила, не уговорила, посоветовала, она к ней обратилась, как специалист, отрезать вот эту ветку, представляете, размер раны, вот, полностью отрезать, вот эту, вот эту, вот эту, на другой странице она уже написала, не 40 сантиметров, 50, возможно она милла еще эти, вот, и не понимаю, в какую ловушку она влезла, она вляпалась, как дерьмо в это дело, почему, потому что сейчас, вот этот кусочек, минифильм, я вот как раз этому посвящаю, и еще, почему я еще раз, это же самое, фактически повторю на вебинаре, а на вебинаре я скажу, почему я, фильм этот снимаю, а еще параллельно, и чуть ли не теми же словами, ну, будут различия, вот, ну, скорее эмоциональные различия, вот, почему, да, мне, наверное, живые люди будут слушать, вот, да, мало, ну, и тут получилось, вот тот фильм посмотрел, около 700 человек, а вебинар вообще за месяц посмотрит человек 500-600, так, а, и тогда давайте так, каналы разные, значит, там плюс, и тут плюс, и чего добилась, а, Исакова, когда сказала, а, у вас мало просмотров, то есть мало, получается, позора очень мало для нее, вот, хоть и вляпалась, но, безобидно, и вот, получается, сильно мало людей будут на ней смеяться, и это, и презирать ее, но дело-то в том, что я туда 700 прибавляю, 500, ладно, вот, ну, кто-то увидит и то, и то, ну, в общем, уже тысяча, вот, у меня нет другого выхода, чем Доран снимать одно и то же, я прошу прощения тех, кто увидит и то, и то, посмотрите, дерево спасается, для нее, вот это вот, вот эта веточка, она у этих садистов, вроде Исакова, им правильное слово садисты, только они этого не понимают, оно вызывает дикую злобу, и я сдавился не 99-90, 100% вероятности, 100% из 100, даже 101% из 100, что она бы немедленно сказала ее убрать, у нее нет своих мозгов, у нее есть опыт предков, назовем, а опыт предков, вы сейчас увидите, и так посмотрели мы на мою соседку, а перед этим фильмом, я, да, я показывал, я рассказывал, я показал фотографию, второй и с третьей стороны, и там отрезали, погубили кучу деревьев, и там режут, представляете, вот, а я для них не авторитет, и вот, я, значит, написал, покажите ваш сад, и она его, по-моему, никогда не напитала, потому что, если бы у нее был бы сад, он должен быть мертвый, а мертвый сад показывать нехорошо, и так, нижнескелетные ветки неприкосновенные, цитата из Исакова, это брат пойдет, у нас другая тема, они, они там, нет, это будет перекликаться, ну, давай попозже, и так, микориза, грибы любят глюкозу, она этого не знает, а дело в том, что, знаете, сейчас я вам ниже покажу, зачем листья она не знает, нет, она, что такое фотосинтез, вот, но сейчас она уже по памяти не процитирует, а я ей напомню, и так, глюкоза, а вы не пугайтесь, что вот это вот, сейчас, ну, вкусовато покажется, это важно, это для каждого сада, для каждого дерева важно, вот, встречается в соке фруктов, ягод, в том числе винограда, произошло название этого вид сахара, так вот, запомнили, сахароза, ой, это самое, глюкоза, но опять же, сахароза, это все это, полисахариды, но не будем, я боюсь, вы сейчас отключить компьютер, вы поняли, речь идет о сахаре, вот, только скажу, это я от себя, вот, это я цитировал, это я цитировал науку, ничего не имею против, глюкоза, просто общее название, это сахар, нектар, сладкие продукты, плод, дукты, ух ты, меня это, я обвинил, ольгу, что она абсолютно неграмотная, человек, который, видимо, совершенно случайно, это самое, оказалось в рядах таких, вот, неграмотная, дикая, и она сейчас, вряд ли может уничтожить, всю эту переписку, там, сотни, может, тысячи страниц, до этого, канал популярнейший, она там погоду делает, каждая из этой самой, затычки, или как там, вот, и так, как с ней бороться, придумано, подготовка кроны, вот, смотрите, здесь саженец состоит из трех частей, корней, штамба, и веток, вот, все свалено в кучу, а ведь это 19 век, это, видите, ять, 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 это 19 век, вот, с тех времен, и вот получилось так, что, мёть насмотрим, ура, впервые, чуть ли не единственный раз, и оказывается, что за сто сто семь лет до меня, может, сто пятьдесят лет назад, уже знали, что раз садишь, садишь, с изувеченными корнями, оно все равно вечно, то в нём будет, вот это вот, не хватает сока для того, чтобы выкормить, и кто-то догадался подрезать, кто сейчас автор, я не знаю, у меня есть там следы, найти можно, вот так, вот, и это плюс, огромный плюс, но, а для чего они, вот это отрезали, это надо в любом случае, резать, раз пересаживать, так он ещё умудрился, этот автор, отрезать кончики, смотрите, сколько, каждый веток он отрезал, вот эти всасывающие корешки, уничтожены, я смотрю, а для чего он это делал, он знает, что вот тут обрежешь, веток больше даст, чем если не резать, правильно, правильно, так, и тоже они тоже начнут лохматиться, но это если выживут, а здесь получается, он их отрезает, естественно, он понимает, что питание будет меньше, так, ещё дебильный штамм, по которому подняться надо, он ещё искалеченный, и может поэтому только и отрезал, а если бы не было вот тут отреза, вот тут бы не стал резать, но, это смертельная вещь, почему, потому что автор, это 19 век, ничего не знал про микоризму, другой автор тоже, он не знает, для чего нужен центральный корень, вот не нужен он ему, и всё, представляете, я ввёл с удовольствием термин, антифриз, чем глубже, тем больше раствор, более суповой раствор, солей и минералов, именно они обеспечат морозостойкость, вот так, ясно, вот, ну идём дальше, глупость эту посмотрели, почему нам надо, вот тут я боюсь, что вы сейчас отключите, эти самые, эту самую передачу, почему, потому что скучно, для чего, вспоминаем со школы, СО2, вот, вот эти листья, плюс СО2, видите, состав С6, H12, О6, вот, превращается в сложное вещество, глюкозу, по-нашему сахару, в данном случае, это картофель, значит, получается крахмал, вот, это его особенность, а вообще, она есть в каждом растении, я подвожу к главному, то, чего не знает Ольга Исакова, и знать не может, а самое страшное, что она никогда не скажет, что железок прав, вот это самое страшное, вот, я бы, вот, видите, её слова, что как резали, так и будем резать, и вот, тот, что нужно кислород, самое главное, что, сахар, ну, естественно, питательные вещества, для роста растений, и кислород, всё нужно, и что делает это, так, это я опять прошу, найти ту цитату, брат, я её нашёл, это будет следующий фильм, вот, дело в том, что, раз уж тут такая фраза, я скажу, в том фильме она учит обычному, привычному, миллионы, сотни, миллионов раз повторённому, для каждого, в виде фильма, в виде газет, перекапывайте почву, а она придумала перекапывать почву, потому что там личинки, эти личинки могут превратиться в бабочек, естественно, и сожрать на дереве это, сожрать на дереве, ну, попортить плоды, скажем так, и вот для этого, она решила, что надо перекапывать почву, что получается, сравнение, она этого не поймёт, но вы, надеюсь, поймёте, это, вот перекопанная почва, это тоже, что разрушить дом, чтобы уничтожить тараканов, представляете, вот дом уничтожили, потому что в нём завелись тараканы, вот это она, так вот, недоучившаяся Ольга, она считает, что у неё шикарное образование, ну, их там пара неразучная, которая из них написала про образование, я уже не помню, вот, кассы, сладкий вкус плодов, в одном определяется, понимаете, что такое сахар, это основа всего, почему, рассказывать о жилищно-кишерчевом тракте, ну, ладошка, прошу прощения, Тимоша, закончу фильм сейчас, так, фильм закончил, через 5 минут, может успею поговорить, так вот, у нас с вами, в животе есть, так называемый, желудочно-кишечный тракт, именно там происходит не растворение, а частичное, рассказываю величайший секрет, которым в школе они проходят, и Тимиряевске тоже, частичное, хотя Тимиряевске это биология, частичное брожение, вот этих самых сахаров, а мы где получаем? В фруктах, в том числе в фруктах, поняли, да? Открываю секрет, и что происходит? Происходит переделка сахаров в алкалоиды, то есть, женщина, которая съедает килограмм конфет, а такие есть, торт за один присест, она получает алкалоидов, не меньше алкоголика, другое дело, что это меньше сказывается на психике, а больше сказывается на жировых отложениях, и так далее, но это уже другой вопрос, так вот, я боюсь вот это вам показывать, это должны проходить в школе, наверное, проходят, это элементарщина, и, наконец, то самое, ради чего я живу, чтобы вы поняли, вот это вот, Тимирязевская академия написано, слово, видите, когда я набрал, я нашел вот это вот, а вы этого не знаете, знаете почему? потому что вы уничтожаете дерево, и калечите его, а не ведая, что творите, сейчас я подхожу к главному, вот здесь, правда, хитро написано, данная, автор книги, выпускник Тимирязевской академии, я догадываюсь, что это, этот самый, что это Курдюмов Николай Иванович, догадываюсь, а может быть и не он, но это книга, причем книга не я фотографию делал, а я ее скопировал из этого, вот, и вы свой альмаматер позорите тем, что вы не знаете, что здесь написано, читайте, глюкоза, куда пошла, к побегам, правильно, вот, и корням, 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 поняли, а вот это листик, вы про листик видели, вот это вот, а Ольга, вы со своими этими самыми, ну, мекаризу на всякий случай еще, скуйся, про мекаризу, вот, и вот тут я должен показать перекопку с престольных корнев, и эту дурь, почему, ну, давайте посмотрим все-таки, вот, ага, я набрал перекопку, а вот это, вот это тяжелое, постоянное, видите, шанилистика нету, вот, ненужное дерево, абсолютно, вредное, о, кстати, полюбуйтесь, вот это дурь, 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 вот, человека погибло, яблоня, яблоня, который хрен убьешь, я подошел, усунул пальцы туда, в щели, и сказал, ну, тебе понятно, почему погибло, вот, это вот дурь, на всей планете, но на юге, она не сказывается, катастрофично, а Ольга забыла, где живет, вот, видите, и что получается, вот это все единое целое, почву трогать нельзя, почему, дело в том, что кончики, корней, это я от себя добавляю, книги я не читал, но знаю, вот, да что тут поделать, Михалыч, фильм снимаю, некогда, перезвоню, вот, наш фильм заканчивается, заканчивается, сколько там осталось-то, да, осталось меньше минуты, во всем, заканчиваю, корень, это открытый рот, куда, грибы, с помощью микоризы, это псевдокорни, псевдокорни, средние между корнями, и грибами, подают, пищу, а дерево, а, Ольга, подает туда, глюкозу, и кормит, вот это вот самое, все вот это вот кормит, задача, листиков, которых должно быть, максимум, и листики должны быть, не тронуты, но это уже, другой разговор, до следующей серии, долго ждать не придется, протестироваться, как младеть сейчас,